Дипломатическая география в этот день очень пёстрая. Это видно и по национальному колориту в одежде. Вот яркое облачение посланника Ватикана, тут же индонезийский национальный наряд и колоритная бабочка вместо галстука у посла Финляндии. 11 новых глав дипломатических миссий представляют почти все континенты, исключение лишь для Австралии и Антарктиды. Европейцев больше других шестеро. Люксембург и Франция, Литва и Эстония, Финляндия и Ватикан. Африканский континент представлен экзотическими Буркино-Фасо и Эритреей, Азиатской, Монголией и Индонезией, а западное полушарие — Канадой. Пока министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей изучает выдержки из статута Великого княжества Литовского, именно эти строки станут основой для первой европейской конституции, литовский посол заметно волнуется. Для заядлого велосипедиста и фотографа-любителя Андрюса Пулукаса назначение главой дипмиссии первое в карьере. Я всегда оптимист, и, конечно, так как мы являемся соседями, являемся хорошими соседями, историческими соседями, мы всегда были вместе и будем вместе. И, конечно, тот потенциал, который у нас есть в наших двухсторонних отношениях, я думаю, что он еще не исчерпан полностью. Велительная грамота — неотъемлемая часть дипломатического протокола. Некоторые из послов уже не один месяц работают в Беларуси и де-факто уже представляют свои страны. Но вот статус де юре они обретают именно с момента вручения официальных документов. Просьба верить действиям и словам дипломата. Именно это зашифровано в названии «Велительные грамоты». И слова президента иностранным представителям что-то вроде напутствия, чтобы развивать отношения политические, экономические и укреплять связи между странами и народами. На международной арене современная Беларусь воспринимается как надежный и предсказуемый партнер. Не случайно она все чаще ассоциируется с островком стабильности в регионе, исповедуя такие ценности, как исключительное миролюбие и безопасность. Беларусь открыта к тесным контактам и сотрудничеству. Все взаимовыгодные проекты мы готовы реализовывать. Убежден, что вы будете не только наблюдателями, анализирующими происходящие в Беларуси процессы, но и займете активную позицию по расширению практических связей наших государств. Надеюсь, что пребывание в Беларуси станет для вас полезным и интересным. А мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели, что приехали продолжить свою дипломатическую миссию в нашей прекрасной Беларуси. Успехов вам! Для каждого дипломата у Александра Лукашенко особые слова. И уже в неформальном общении президент подчеркивает те самые приоритеты. Например, отношения с Индонезией особенные хотя бы потому, что президент три года назад впервые посещал Джакарту с государственным визитом. Тогда же удалось проложить первые экономические пути. Сейчас самое время их превратить в постоянные маршруты. Счастья вам! И чтобы беды, которые иногда бывают на индонезийской земле, от вас уходили в сторону, проходили мимо вас. Обновить торгово-экономические связи нужно с Монголией и Люксембургом. Азиатская страна обладает очень емким рынком для белорусских товаров. Европейское государство серьезными инвестициями. А вот отношениям с африканскими государствами Буркина-Фасо и Эритрея пока только суждено окрепнуть и развиваться. Мы действительно очень серьезно смотрим на ваш континент в ближайшее время. Мы планируем несколько визитов туда. Поэтому, если вы нам предложите направление какого-то сотрудничества более серьезного по конкретным направлениям, с большим удовольствием мы это воспримем. В дипломатах из Литвы и Эстонии президент признает едва ли не своих людей, вспоминая, что все мы вышли из единого советского государства. Да, его нет уже 25 лет, и пусть теперь у каждого свои предпочтения, европейские или евразийские, связь осталась. И все вопросы, которые возникают, Александр Лукашенко призывает решать вместе. Ну, нам надо иметь добрые отношения. Давайте подумаем. У вас очень много есть того, в чем мы нуждаемся. Поэтому, если мы зацепимся за какие-то направления в сотрудничестве между нами, это уже будет хорошо. Но мы очень хорошо относимся к Эстонии. Мы к вам тоже очень хорошо относимся. И это большая честь быть послом Эстонии тут, в Беларуси. Очень теплая страна и очень дружная страна. Такие же доверительные отношения президент видит и в сотрудничестве с Францией. Да и дипломат признает, в Елисейском дворце совсем по-другому взглянули на Беларусь после встречи в Минске лидеров «Нормандской четверки» в феврале 2014-го. Развивать наши отношения с Беларусью всесторонние. Это значит углублять политический диалог, развивать экономические отношения, как сам президент только что подшеркнул. Есть большой неиспользованный потенциал для развития этих экономических отношений. Такая же незадействованная энергия для улучшения отношений есть и с двумя другими мощными государствами – Канадой и Финляндии. Обе страны серьезно интегрированы в мировую торговлю, к тому же обладают современнейшими технологиями. Нужно сотрудничать, уверен президент. Давайте выберем 3-4 направления, хорошее направление. Подберем компании, которые интересуют вашей компанией, Беларусь. Мы посмотрим на Канаду и вот по этим 3-4 направлениям будем развивать сотрудничество, чтобы канадцы видели наши возможности, ну и наши отношения к Канаде. Вы молодцы, вы просто молодцы. Я часто на совещаниях у себя в правительстве ставлю пример Финляндию. Ну, ворот, такая же страна, равновеликие мы. Посмотрите, какой уровень по отдельным направлениям. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Надо работать больше. Да, нам надо работать. Мы к этому готовы. Да, мы тоже. Посол Финляндии, кстати, дипломатический долгожитель. Он начинал службу от Таше еще при Советском Союзе. А всего в его послужном списке 11 стран, где он работал главой миссии. И даже в новой должности он ставит перед собой амбициозные задачи. Например, превратить пока еще отделение Финляндии в уже полноценное посольство. Это зависит от того, сколько денег в государственном бюджете. Сейчас у нас нелегкая ситуация в бюджете. Поэтому министерство пока не открывает новое посольство. Ну, это не значит, что сотрудничества нет. Наоборот. Политики, экономисты, юристы, политологи. За плечами дипломатов авторитетные вузы, такие как Гарвард или Джорджтаун. Среди университетов Габара-Пинтера, Будапешт, Вена, Рим. Доктор богословия будет седьмым апостольским нунцием в Беларуси и сменит на этом посту Клаудио Гуджиротти. У нас все религии практически равны. И малые конфессии, и большие. Поэтому на нашу помощь в этом плане вы всегда можете решить. Да, спасибо. Апостольский нунци, кстати, говорит на девяти языках. И уверен, что это только поможет укрепить и дипломатические связи Беларуси, и Ватикана, и духовное в обществе. Осталось только организовать приезд Папы Римского в Беларусь. Визит уже не за горами, уверяет архиепископ, но дипломатически тонко упадет от вопроса, когда именно. Для меня это приоритетная задача. Будем работать ради организации визита Папы Римского в Беларусь в самое ближайшее время. Но пока я не могу комментировать сроки и повестку визита. Вручение верительных грамот происходит в конце года, поэтому поздравления с Рождеством и Новым Годом от президента это уже не дань протоколу, а сугубо человеческие отношения. Еще раз подтвердив, что Беларусь не собирается дружить с кем-то против кого-то. Это открытая площадка для всех партнеров. Мы будем у вас самыми хорошими партнерами и друзьями. Да поможет нам Господь. Следующий год для Министерства иностранных дел будет особенным. Большинство дипломатических отношений Беларусь установила 25 лет назад. И эти четверть века всего лишь мгновение по меркам истории, но серьезный фундамент и для политики, и для экономики. Анатолий Занкович, Александр Автухов, Сергей Янковский. Наши новости ОНТ.